Так, значит, давайте пока мы начинаем, да, потихонечку все собираются, партнеры подключаются, давайте я представлюсь. Меня зовут Воробьева Оксана, я руководитель по корпоративному обучению и развитию компании Декаро, буду вести наш сегодняшний вебинар. Помогают мне мои коллеги, специалист по маркетингу компании Декаро и отдела дистрибуции Дарья Киселева, она на связи и будет отвечать на возможные ваши вопросы, я надеюсь, они будут. Давайте вести активно себя. Так, сегодня у нас с вами второй вебинар, я очень надеюсь, что здесь присутствуют те или будут присутствовать, да, сейчас вот-вот подключаются, кто был на прошлой неделе с нами. С другой стороны, я все понимаю, уже последние недели перед Новым годом, поэтому, возможно, вам всем уже немножко не до меня, все в предпраздничной суете, принимайте последние заказы, готовитесь к празднику, ничего страшного. Вам будет направлена ссылка на запись вебинара и вы сможете посмотреть подробно данный вебинар. Тем более, что этот вебинар, он, наверное, требует такого более внимательного и тщательного просмотра, потому что у нас с вами сегодня тема, предполагающая, наверное, пересмотр данного вебинара. Я сейчас постараюсь немножечко подальше сесть, тем более у меня за спиной совершенно замечательные книжечки. Я думаю, что те, кто будет внимательно смотреть, присмотрятся, захотят присмотреться, что же это у меня такое там за спиной, потому что это для вас будет такой сюрприз. Так, значит, тему, да, почему я сказала, что надо будет вебинар пересмотреть, потому что мы сегодня будем подводить итоги 2022 года и обсуждать тренды 2023. В рамках вебинара мы будем упоминать конкретные артикулы, конкретные настенные покрытия, конкретные коллекции нашего ассортимента, которые стали хитами 2022 года и будут продолжать, собственно, ими быть в 2023 году. Поэтому я предлагаю всем более внимательно отнестись к вебинару сегодняшнего дня. Мы его тщательно подготовили, изучили много интересных и полезных источников, ну и готовы вам представить вашему вниманию всю эту информацию. Очень надеюсь, что все в порядке и все меня слышат, да, и видят. Так, давайте тогда начнем. Давайте я на время посмотрю, но 5 минуточек мы подождали, я думаю, этого будет достаточно. В любом случае, еще раз повторяю, мы сегодня рассчитываем на то, что вы посмотрите в записи этот вебинар и выпишите все интересные и важные для вас моменты. Интерьерные итоги 2022 года, тренды 2023. Так, я начинаю открывать слайды на экране, вы начинаете их потихонечку изучать. Давайте я перечислю тенденции 2023 года. Вот просто вот так вот тезисно, как у нас с вами на экране. Фантазии, запрос на позитив, новые яркие эмоции, созерцательность, связь с природой. Вот именно вот так они и будут звучать. Будете пересматривать, обязательно задумайтесь на каждую тему. Последние несколько лет изменили быт людей, заставили их пересмотреть режим, в котором они живут, ну и, собственно, свое отношение к дому. Все чаще слышится понятие такое, как work-life balance. Гораздо больше внимания люди стали уделять месту, в котором они живут, его наполнению смыслами и вещами. Вещами и смыслами, которые позволяют восстановить ресурсы, ну а главное наполнить положительными эмоциями, ну и, элементарно говоря, счастьем. Все это явно прослеживается в интерьерных трендах последних лет, и с каждым годом эта мысль стала усиливаться. Вот сейчас, да, теперь я перелесну эту страничку. Что тут можно сказать? Сами понимаете, в нестабильные времена люди чувствуют потребность в новых эмоциях и опыте, фантазиях, доведенных до предела. И поэтому люди не скупятся на яркие, пестрые орнаменты, принты, цветные акценты. Давайте мы с вами перейдем еще на следующий слайд. Что я хочу сказать? Одновременно с этим люди, безусловно, ищут спокойствия, чего-то знакомого, что позволит им стабилизироваться и зафиксироваться. Отсюда, собственно, и вытекает тема созерцательности, возвращение к природе. Натуральные текстуры и волокна, растительные принты и яркие пейзажи, землистые и акцентные флористические цвета. Все, что возвращает к природе, ведь именно с нее начинается созерцание. Вот такая у нас с вами, может быть, небольшая философская мысль проскользнет в нашем вебинаре. Как же это отражается и выражается в интерьерах? Давайте мы с вами посмотрим. И первый слайд, который мы с вами посмотрим, это вот такая первая тенденция. Посмотрим дальше проекты, которые отражают эту тенденцию. А пока давайте обсудим. Вот смотрите, первый пункт – акценты. Те, кто присутствовали на вебинаре на прошлой неделе, наверняка помнят. Мы это тоже уже обсуждали. Это очень частый такой момент, когда выбирается какой-то элемент или какая-то стена, на которую направляется акцент. Это может быть какой-то ретро-футуристический постер, это может быть картина, это может быть какой-то стилизованный камин или, может быть, настоящий камин. Это может быть ковер, да, все что угодно. Ну, в нашем с вами случае, поскольку, исходя из нашей профессиональной деятельности, для нас самое простое решение акцента – это использование панно или обоев. И давайте с вами посмотрим первый вариант, который я хочу вам предложить. Вот смотрите, мы подобрали для вас проекты, которые отражают ту или иную тенденцию, естественно, с использованием ассортимента компаний Декаро. На экране проект, реальный проект, я думаю, это вы уже видите. Мне кажется, это жилище молодого, современного, динамичного человека, да, мужчины, очевидным образом, хотя не факт, но тем не менее, да, мне кажется, на поверхности именно такая мысль. Мне очень нравится, сразу скажу, этот интерьер, сдержанный, лаконичный, ничего лишнего, но при этом достаточно много акцентов присутствует в данном проекте. Хорошо продуманный проект. Ну и что же мы здесь видим? В качестве акцента здесь использованы обои из коллекции «Оксфорд» бренд «Эмили Хуба». Обратите внимание, я буду вам показывать проекты с нашими обоями или панно, вы будете, ну, не только, да, вы посмотрите просто, как это организовано. С правой стороны мы с вами сразу видим номинование артиков. Вы спросите, почему их несколько, я вам отвечу, что это вот артикл, использованный в проекте, плюс различные его цветовые решения. У вас все это будет, и если вы захотите, вы сможете после нашей встречи еще раз ознакомиться и более подробно изучить вот эти вариации, которые вам представлены. Значит, относительно конкретно коллекции «Оксфорд». Я говорила уже на вебинаре на прошлой неделе, и, наверное, давайте быстренько в двух словах повторюсь сейчас. Коллекция входит в бренд «Эмили Хуба», бренд новый, появился в ассортименте компании «Декаро» в 2022 году весной. В настоящий момент в бренд входят пять коллекций, все они разные, все они с разной мыслью, все они с разной подачей, очень интересные, яркие, обязательно обратите на них внимание. Что касается конкретно коллекции «Оксфорд», это одна из пяти коллекций, она единственная, которая полностью состоит из настенных покрытий с ламинированной нитью. Кстати, спрос очень большой в последнее время на такого рода подачу, но, собственно, тема вебинара об этом и говорит, поэтому давайте сейчас я не буду на это отвлекаться, просто акцентирую ваше внимание на том, что очень коммерчески успешный каталог. Пойдем дальше. Вот еще один пример, еще один пример убранства дома, да, некий проект загородного дома, я думаю, вряд ли это квартира, безусловно, дом, в котором мы видим с вами совершенно другое решение, яркое, сочное, акцентное, в таком испанском стиле, об этом говорят даже светильники, которые мы здесь с вами видим, ну и другие элементы интерьера. В данном случае это коллекция «Кордане», ну, всем с вами, не коллекция, неправильно сказала, прошу прощения, бренд «Кордане». Всем вам, безусловно, известный дизайнерский, креативный бренд и представлена коллекция «Фэрия». Коллекция «Фэрия» появилась у нас, опять же, в 2022 году, это новинка второй половины года, поэтому особенно обращаю ваше внимание. В проекте использован яркий принт, да, на вот таком, не знаю, алом фоне, я бы так сказала. Ну и точно так же вы можете посмотреть на второй вариант, который может быть использован, более такой сдержанный и, не знаю, деликатный в верхней части нашего с вами слайда. Опять же, приведены здесь артикулы, которые использованы, и другие цветовые решения. Так, далее. Ну и давайте теперь перейдем к другой теме, ко второй тенденции, которая прослеживается в 2022 году и не только, да, и в предыдущих годах, но в 2023 году однозначно усилится. Сейчас я вам поподробнее об этом расскажу. Вот смотрите, мы с вами только что разобрали, что такое акцент, акцентная стена, акцентный фрагмент в каком-то помещении, да, в каком-то доме. А теперь обсудим с вами, что если целое помещение является таким акцентом. Очень часто в последнее время именно ванная комната становится таким идейным дизайн-проектом, когда целое помещение, ванная, отдается на растерзание фантазии дизайнера или, собственно, хозяина этого жилища. Такое становится все чаще и чаще. Когда у нас проходил дизайн ВАЕЖ в 2022 году в различных городах, я тоже была участником этого ВАЕЖа, поэтому, зная все это не понаслышке, очень часто звучал вопрос, можно ли использовать обои и панно в ванной комнате. И я вам сразу скажу, однозначно можно и нужно использовать. Не нужно этого бояться, нужно просто соблюдать определенные правила. Вот, смотрите, сейчас мы с вами еще не перешли к конкретным проектам, просто идеи покажу, которые представлены на слайде. Меня, конечно, потряс слайд, который расположен в правом верхнем углу. В первую минуту, когда я увидела вот эту картиночку, я подумала, что это пианино. И это, конечно, потрясающая была идея, потому что, думаю, пианино в ванной комнате. Но моя фантазия сразу как-то очень так далеко ушла, потому что подумала, что можно было бы тут играть на клавишах, кто-то может лежать с бокалом в ванной в ванной. Совершенно шикарное решение, на мой взгляд. Но нет, к сожалению, это всего лишь оказался такой небольшой журнальный столик. Но идея хорошая, может быть, даже стоит ее как-то притворить. Не уверена, правда, что музыкальному инструменту не помешает какая-то повышенная влажность. Но надо на эту тему подумать. В левой части более такой, наверное, традиционный вариант решения проекта в ванной. Хотя меня, опять же, поразили книжные полочки. Именно поэтому мы решили представить вам эти два проекта. Ну и давайте перейдем к проектам, которые воплотили решение с использованием наших настенных покрытий. Посмотрите, пожалуйста, я снова представляю вам, как и на прошлой неделе, вот этот дизайн-проект. На мой взгляд, он просто уникальный и по-настоящему хорошо продуманный со всех сторон. В нижней части помещения, да, помещение, судя по всему, достаточно высоко. Расположены всевозможные предметы, ну, которые требуют защиты стены. Поэтому в нижней части мы с вами видим элементарную плитку. Будет прямое попадание воды, в нижней части сделана плитка. Хорошо. В верхней части мы с вами видим обои. Обои бренд-архитектор, в данном случае это British Heritage 2. Великолепная совершенно коллекция. Вы все знаете, что у нас на данный момент три таких коллекции. British Heritage, British Heritage 2 и 3. Мы долго ждали и, наконец, дождались. Теперь весь ассортимент всех этих покрытий в каталогах можем использовать в проектах. Кстати, вот если присмотреться, я, честно говоря, думаю, что здесь уже присутствует лак на водной основе. В любом случае, я вам напоминаю, что если вы испытываете определенные переживания при оформлении вашего проекта, вашего помещения, ваших стен в ванной комнате, есть опасения, что будет конденсат, есть опасения, что, тем не менее, будут попадать какие-то капли воды, и будет присутствовать так или иначе влажность, мы рекомендуем вам использовать лак на водной основе, защитить поверхность обоев. В данном случае, я думаю, что это уже сделано. Переходим дальше. Так, ну вот этот вариант мне, конечно, безумно понравился. Обратите внимание, что в данном случае проект оформлен таким образом, что не только стена, но еще и потолок. Это тоже, кстати, определенная тенденция, то есть так называемая коробочка. Появляется ощущение вот такого наполненного пространства, что ты находишься вот в этой волшебной коробочке. У нас традиционный комод в ванной комнате, зеркало, светильнички. Ну и стена разделена на две части. И в верхней и в нижней части у нас с вами использованы настенные покрытия, артикулы из коллекции «Архитектор Занзибар». Опять же, напоминаю, что это новинка 2022 года. Если кто-то еще не ознакомился, обязательно это сделайте. Коллекция уникальная, но я думаю, что достаточно того, что мы с вами сейчас видим. Но кроме всего прочего, обратите внимание, на мой взгляд, очень многоцелевая коллекция в принципе. Это может быть и ванная комната, как мы с вами видим, это может быть и детская комната, это может быть яркая, сочная гостиная. То есть использование у коллекции очень большое. Давайте мы с вами пойдем дальше. Так. Ну и переходим к следующей тенденции, о которой я хотела с вами поговорить. А именно у нас речь с вами пойдет о мебели. Да, вот так вот неожиданно о мебели. Почему? Дело в том, что последнее время люди стремятся наполнить свое жилище не только акцентными стенами, не только воплотить свою фантазию в каком-то помещении, да, но и использовать мебель в своем жилище, которая с историей. Мебель с какой-то историей, с какой-то интересной идеей. Люди готовы сделать своими руками какую-то мебель или оформить ту, которая у них уже имеется. Это относится, собственно, и в том числе к элементам интерьера. Давайте перейдем, вы поймете, к чему я веду. Перед вами на экране, да, спальня. И вот такое интересное изголовье кровати. Достаточно традиционная такая зона, которую хочется чем-то оформить. Вашему вниманию представлены два фрагмента, которые вы, собственно, можете примерить в эту зону, я бы так это сказала. Да, это вот такие вот природные варианты. В верхней части квадратик, в которую вписаны обои Tiffany Design и Тре. И я вам напомню, хотя я уверена, что все вы знаете, это покрытие из натурального шпона дерева, из шпона ценных пород дерева. Естественно, здесь есть еще вставочки вот такие фольги, которые вы видите. Различные дизайны есть в коллекции. Безусловно, должна я отметить еще и природную текстуру, потому что это натуральный шпон дерева. Обои делаются вручную. И, ну, естественно, натуральные тона, натуральные цвета, которые присутствуют в этой коллекции, также нужно обязательно отметить. В нижней части для примерки вам предлагается вот такой вот квадратик, вот такой вариант обоев. Коллекция Ривери. Мы с вами, опять же, об обеих коллекциях говорили на прошлой неделе. Коллекция создается, да, в данном конкретном случае, это настенное покрытие из стеблей водного гиацинта. Очень интересный цвет, очень интересное решение. Если вы не видели каталог, обязательно посмотрите, потому что описать словами, как все это выглядит, вот эти вот волокна натурального дерева или стеблей гиацинта практически невозможно. Это, безусловно, надо пощупать, да, необходимо вот это тактильное ощущение. Давайте мы с вами пойдем дальше. И еще один вариант, который я бы хотела предложить вашему вниманию, это, опять же, изголовье кровати. Оно вот так немножечко углублено, то есть это у нас с вами ниша. И предлагаю вам, нам с вами оформить вот это углубление, вот эту нишу. Что же я вам предлагаю? Ну, как вы понимаете, просто напрашивается вот такое вот приятное, мягкое, тактильное ощущение, потрясающее, безусловно, микрофибра. Вы знаете, у нас есть две коллекции на данный момент, и мы ждем вступления новых коллекций в 2023 году. Но это я так вам тихонечко на ушко сказала. В данном случае мы вам предлагаем использовать Tiffany Design Sensation, либо Tiffany Design Egoist. Вы все знаете, что у нас две коллекции на данный момент с микрофиброй. Ну, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому каждый из вас может сказать, что ему нравится либо первый, либо второй вариант. В любом случае, я уверена, что интерьер от примерки, да, и от осуществления поклейки только бы выиграл. Пойдемте с вами дальше. Так, ну и что? Мы с вами уже достаточно много поговорили о панно, мы с вами достаточно много поговорили об обоих, но ведь не только обои, не только панно привносят в интерьер яркие сочные цвета, яркие принты, паттерны, вот это вот все. Безусловно, это еще и яркий текстиль. И мы с вами сейчас давайте поговорим об этом. На экране мы с вами видим проект, это пока я не говорю, что здесь где-то наши ткани участвуют, просто проект, который является ярким воплощением вот таких безумных сочетаний. То есть у нас здесь с вами есть и ковер, и обивка кресла, обивка дивана, ну и яркие сочные подушечки на задней части, в задней части картинки, в задней части помещения. Давайте дальше посмотрим. Так, вот здесь я вам хочу уже предложить для изучения конкретный вариант, да, то есть с использованием именно уже нашей коллекции. Вот я думаю, что это какая-то вот такая восточная тахта, да, может быть нет, может быть такое какое-то креативное решение, неважно. И подушечки. Что же использовано для оформления этих предметов интерьера? Это в данном случае Mind the Gap Woodstock. Ну, бренд Mind the Gap, я думаю, не нуждается в представлении. Бренд яркий, сочный, креативный и дизайнерский. Многие из вас уже имеют его в своих интерьерах, ой, в своих салонах, прошу прощения, но и в интерьерах тоже было бы неплохо, я думаю, никто бы не отказался. Коллекция называется Woodstock. Обратите внимание, новинка, опять же, 2022 года. Коллекция представлена в двух книгах, как всегда в двух вариантах. Это обои, и это обои панно, да, и это ткани. Поэтому, еще раз обращаю ваше внимание, обязательно посмотрите, если еще не видели. Как всегда, вашему вниманию предложены конкретные артикулы, которые использованы в этом проекте. На мой взгляд, совершенно великолепное буйство красок. Пойдем дальше. Вот теперь нашему вниманию представлен интерьер, представлен проект. Опять же, что интересно, присутствует ванная. Вот на постаменте, да, на такой подстав, скажем так, на возвышении, да, стоит ванная комната. При этом присутствует небольшая тахта. Совершенно потрясающий светильник, на мой взгляд, великолепный совершенно. Никогда бы не подумала, что он впишется, но тем не менее, очень хорошо смотрится с этими шторами. И что мы с вами видим? Шторы выполнены в тканях КТ-эксклюзив, Уру и Реттио. И что касается тахты, вот в нижней части мы с вами видим вот квадратик насыщенный. Очень надеюсь, что вы видите и ощущаете, потому что, на мой взгляд, визуализация очень и очень неплохая. Это бархат. То есть настоящий такой, качественный, тактильно безумно приятный бархат. Глубокого-глубокого зеленого цвета. Это у нас с вами коллекция Trendsetter DeLaney. Думаю, коллекция вам всем знакома. Масса великолепных цветов представлена в этой коллекции. Вообще очень большая цветовая гамма всегда является показателем, является показателем качества коллекции. Ну и в коллекции Trendsetter каждый из каталогов, каждая из коллекций, это всегда очень большая цветовая линейка. Цвет, по-моему, шикарный. Надеюсь, что вам тоже очень понравится. Так. И перейдем к следующей тенденции. К следующей тенденции. На нее я хотела бы особенно обратить внимание для меня, ну лично для меня. Это явилось таким некоторым сюрпризом. Мы уделим внимание тренду мягких козьих поверхностей. Это абсолютный хит. Абсолютный хит выражается вот в той мебели, которую вы видите на визуализации перед вами. Это мебель округлых форм, выполненная в кудрявой ткани. Назовем это так. В кудрявой ткани. И перед вами два сюжета, два проекта, которые мы с вами видим. В левой части это и кресло, и еще вот такой прекрасный, великолепный пуф. В правой части мы с вами видим более легкое кресло, да, и опять же пуф. И то и другое выполнено вот в такой козьей поверхности, в кудрявой ткани. Ну а теперь посмотрим какой-то конкретный вариант, который я готова вам предложить и продемонстрировать. Перед вами проект, да. В нем использовано очень много всевозможных элементов, да, этим он и интересен, его можно буквально разглядывать, каждый элемент можно разглядывать. Что мы видим? Опять же присутствует диванчик, присутствует кушеточка, да, пуфик. Вот с такой козьей поверхностью, то есть вот, собственно, да, вот с кудрявой тканью. И все это дополнено, по-моему, совершенно шикарно, креативно и очень концептуально обоями, обоями из коллекции Mind the Gap Тироль. Вот так правильно я должна сказать. Тироль. Давайте поправлюсь и вас научу правильно говорить. Тироль. Что же такое коллекция Тироль? Наверняка вам всем она неизвестна. Это и есть наш с вами сюрприз. Точнее, наш сюрприз для вас. Коллекция Тироль – это новинка, которая вот только-только-только мы вам всем представим. Коллекция посвящена альпийскому курорту, самому известному альпийскому курорту. И на поверхности вы видите, что выпущены всевозможные сценки, которые свойственны горнолыжному альпийскому курорту. Это и фигурки, катающиеся на коньках, фигурки, катающиеся на лыжах. И, кстати, лыжи тоже в уголочке здесь стоят. Не думаю, что настоящие, но очень интересно и креативно смотрятся. Это может быть охотничий домик, это может быть какие-то саночки, фигурки, которые катаются на всевозможных видах зимнего спорта. Все это представлено на страницах этого великолепного издания. Но и, естественно, опять же, коллекция Тироль представлена в двух книгах. У меня за спиной вы видите как раз эти два каталога. Это каталог обоев и панно, и это каталог тканей. Совершенно два великолепных издания, которые вот-вот будут представлены вам вашими территориальными управляющими. Я надеюсь, что вы будете в неописуемом восторге. Ну и, конечно, вот такая подушечка, сумочка, мягкий плюшевый плед. Тоже все это очень хорошо дополняет этот дизайн-проект. Идем дальше. Еще один вариант козьей поверхности. Но сейчас мы с вами обсуждали, опять же, это как такое фрагментарное использование, осуществление козьей поверхности. Это какая-то кудрявая ткань, либо на диванчике, либо на подушечке, либо на пледике. В данном случае козьей поверхностью может являться и все помещение, то есть все стены. И в данном случае я, конечно же, рекомендую вам использовать бренд Tiffany Design коллекции Sensation, коллекции Egoist из микрофибры. Как вы понимаете, это абсолютно вписывается вот в этот тренд, который мы с вами сейчас обсуждаем. Те самые тактильно приятные, мягкие, натуральные цвета на стенах помещения. И, естественно, еще один вариант хочу вам предложить. Это Walkway's Daylight. В нижней части вот он, этот квадратик. Обратите на него внимание. Это флок. Тоже козья поверхность. Вот такая вот приятная, тактильно приятная, мягкая, шерстяная. Ну, или, может быть, у кого-то какие-то другие будут ощущения. Но это, безусловно, вот такая же козья поверхность. Артикулы приведены под наименованиями коллекции. Думаю, вы потом еще раз с этим ознакомитесь. Так, и шестая тенденция, о которой мы с вами поговорим. Звучит она как натуральные поверхности. Но вообще говоря о натуральных и тактильных поверхностях, мы говорим с вами, опять же, о возвращении к природе. И нельзя не вспомнить, нельзя не вспомнить о наших совершенно великолепных покрытиях в коллекциях Тиффани. Это, опять же, давайте вот так вот, наверное, открою и представлю вам варианты, как я уже сказала, для примерки. В данном случае это... Вот, кстати, предыдущий тоже открою, еще раз посмотрите. Это на стене здесь пробка, да, то есть это натуральное покрытие из пробкового дерева. В основе идет золотая фольга, а сверху нанесена, да, это как раз вот кора пробкового дерева. Абсолютно натуральная поверхность, натуральный, как говорят, продукт. И на этом слайде мы с вами видим, опять же, на стене пробку, да, пробковое дерево, на серебряной фольге, на фрагменте, который представлен в верхней части слайда, на золотой фольге, а в нижней части, опять же, коллекция ривери, то есть это покрытие, которое создано из стеблей водного гиацинта. Очень хочу, чтобы вы, если вы вдруг этого еще не видели, безусловно, ни одна визуализация, ни одна картиночка, слайд не передаст всей красоты поверхности. Поэтому очень прошу вас, найдите возможность, если у вас нет этих коллекций, и посмотрите на них. Это совершенно потрясающая вещь. Дальше, что мы с вами еще обсудим? Давайте в качестве натуральных поверхностей, ну, безусловно, да, я хочу вернуться и еще раз вам продемонстрировать несколько вариантов Tiffany Design Ettre. Напомню, что это у нас с вами покрытие из натурального дерева, да, то есть из шпона натурального дерева. Это прям вот настоящие небольшие фрагменты шпона, которые нанесены на поверхность. Предлагаю вам к использованию. По-моему, вот здесь вот у нас с вами дизайн-проект совершенно великолепный. Очень мне понравился. Ну и два варианта для примерки, которыми можно было бы заменить покрытие, которое присутствует уже на стене в этом проекте. Пойдем дальше. Ну и, конечно же, говоря о натуральных поверхностях, не могу не упомянуть, о совершенно двух потрясающих коллекциях, которые у нас появились недавно. Это Texam Sustainable, покрытие из стеклоткани, да, абсолютно натуральное и технологичное. И покрытие Texam Kokon. Я думаю, что вы все помните. Это покрытие, которое, в основе которого фетр. Естественно, такая подложка из фетра делает его еще и звукоизоляционным материалом и теплоизоляционным. И то, и то, и другое покрытие, и три предыдущих, да, которые я вам показывала в разрезе натуральных поверхностях. Это все это природные текстуры и материалы в натуральных нейтральных цветах. Очень прошу вас отнестись к этому внимательно. Это, наверное, ну, одна из основных тенденций 2023 года. Мы неоднократно об этом уже говорили. Так, ну что, я, в принципе, рассказала все, что я вам сегодня хотела сказать, да. Очень надеюсь, что будут какие-то вопросы. Будут какие-то вопросы. Если сейчас в рамках нашей встречи мы о них не... мы на них не ответим, то прошу вас, тем не менее, передавать эти вопросы любым возможным для вас способом, да. Мы ответим на них после вебинара или, может быть, уже в следующем году. И еще, еще хотел бы обратить ваше внимание, что мы по-прежнему очень просим вас о том, чтобы вы нам присылали ваши идеи, ваши, может быть, какие-то пожелания для тем в 2023 году для проведения вебинара, да. То есть что бы вы хотели, чтобы мы с вами обсудили. Ну что ж, если больше вопросов у нас сейчас не прозвучит, я не вижу, чтобы мои коллеги как-то обращали мое внимание на какие-то вопросы, тогда что я вам сейчас должна сказать, как вы думаете? Я думаю, что я должна еще раз поблагодарить вас за то, что вы посмотрите или уже посмотрели данный вебинар, ну и поздравить вас с наступающими праздниками и до встречи в новом году. Дату я вам какую-то конкретную сейчас не обозначаю. Давайте перейдем в рубеж 2023 года и сразу же после праздников мы назначим дату нашей с вами, следующей встречи, ну и, конечно же, тему следующей встречи. Всего вам доброго, с наступающими праздниками! Субтитры сделал DimaTorzok